Здравствуйте, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же Моряк. И в этом видео мы с вами будем делать обзор очередной колоды. На сей раз у нас колода, которая называется Animal Kingdom. Это Теория 11, сделала эту колоду. Прежде чем мы начнем обзор, я хочу отдельно поблагодарить магазин 54 Cards, которые данную колоду для обзора предоставили. Если этот магазин у вас до сих пор не в закладках, срочно добавляйте и изучайте ассортимент. Ну что ж, а мы перейдем к нашему обзору. Ну окей, друзья, давайте поглядим на эту колоду. Колода называется Animal Kingdom. Кто не знает, как переводится, переведу. Королевство животных. Рубашечка, точнее коробочка, представляет собой вот такую вот оранжевую коробку с такими вот мультяшечными рисуночками. И здесь такое что-то типа земного шара нарисовано. Кругом такие облачка. И здесь написано сверху. Один доллар. Пэрдек. Бенефит. Ворлд. Видоу лайф. Фонд. Ну в общем, один доллар от продажи этой колоды пойдет во всемирный фонд дикой природы. Итак, значит, произведено в Соединенных Штатах, здесь где-то написано. Да, вот Made in USA, Animal Kingdom. Здесь снизу еще всякие данные о том, что это теория 11 и так далее. Ну и опять о том, что один доллар пойдет в всемирный фонд дикой природы. Вот такая вот обратная сторона. Ну что ж, давайте откроем эту колоду и поглядим. Да, колода внутри вот такая вот разукрашенная. Такой вот прикольный узорчик такой, как будто квадратики такие со звездами. Что-то напоминает стиродоскоп мне. Итак, первая карта, значит, вот такая вот, где написано, значит, что каждая колода проданная. Значит, один доллар. Will be donated to World Wildlife Fund. Ну, в общем, отправиться в фонд дикой природы. Здесь вот такие надписи о том, что хватит там уничтожать животных и так далее. Ну и здесь, собственно, такая вот рубашечка. Давайте мы ее сразу с вами рассмотрим. То есть она вот такого вот оранжевого цвета. Я, кстати, очень люблю оранжевый цвет. Мне он нравится. И здесь вот такой вот написанной надписи, значит, Animal Kingdom, Half, Arctic, Swamp. Здесь вот у нас Grasslands и здесь Jungle, джунгли. Вот такая вот колода, то есть обозначает как бы все места обитаний. Точнее, вот такая вот рубашка, которая обозначает все места обитания наших животных. Такие вот прикольные здесь узорчики. Итак, что у нас представляют собой, как обычно, два Джокера. Собственно, вся эта колода, это полностью новый дизайн. То есть здесь вы не найдете привычных лиц, которые когда-то видели. То есть таких, как на классических, например, картах. Этого здесь нету. Здесь все сделано по-своему. То есть обратите внимание, вот таким вот образом выглядят наши Джокеры. То есть здесь нарисована то ли собака, то ли гиена. Не разберешь так. Ну, в общем, они, в принципе, идентичные. Разница такая небольшая, лишь в цветах. Вот такие вот Джокеры. Далее пойдемте. Значит, вот такой вот у нас пиковый туз. Надпись Animal Kingdom. World World Life Font. Обратите внимание, как сделаны масти и индексы. Индексы немного изменены. Масти изменены вообще я прям очень сильно. То есть в таком каком-то мультяшно, как бы сказать, в таком мультяшно-игривом стиле они нарисованы. И, собственно, вот такие вот карты все так и проделаны. Девяточка, десяточка. Вот пошел валет. Пиковый валет это у нас пингвин. То есть здесь каждая старшая карта это какое-то животное. Обратите внимание, валет это пингвин. Дама пик это у нас белый медведь полярный. Король пик это у нас морж. Помните? Здесь вот мы когда смотрели на рубашках, было написано, что каждая мать, что означает. Вот буби, например, означают джунгли. Пики, например, означают Арктику. То есть, собственно, вот мы с вами смотрим пики. И вот, собственно, и она, и Арктика. Пингвины, белые медведи и моржи. Далее поехали. Бубновый туз. Здесь, значит, сам индекс туза сделан таким черненьким цветом. Ну, а масти, конечно, уже привычным красным. Тоже прорисованы масти в таком смешном, как бы мультяшном стиле. Таком необычном, немножечко кривом. Но это так добавляет только шарма этой колоде. То есть вот такие вот десяточки. И обратите внимание, то есть буби, да, помним, это джунгли. Тут у нас попугай. Леопард. Обезьяна. Потом пошли у нас крести. Тоже в таком прикольном стиле нарисованы сами масти. И здесь у нас пошли, знаешь, что лягушка. Это валет. Барсук. Или кто это? Барсук, по-моему. Или енот. Это дама. И крокодил. Это у нас король. И далее также двойки, тройки уже червовые. Также индексы сделаны в черном цвете. Сами масти так кривовато, смешно прорисованы. И здесь вот валет. Это у нас зебра. Дама. Это такая антилопа, по-моему. Лев. Ну, куда же без льва-то? Король. Ну, и завершается все тус. Сами карты такие привычные уже, как карты от Теории 11. То есть, тасуются они хорошо. Веерятся тоже хорошо. То есть, ленты. Ну, в общем, все как обычно у Теории 11. Все сделано на 5. То есть, колода такого интересного дизайна. Плюс эта колода такая благотворительная. То есть, как мы помним, 1 доллар отправляется у нас в фонд Дикой природы. Так что, если, друзья мои, вам понравился этот дизайн, то можете, пожалуйста, прикупить себе данную колоду. Поможете животным и заодно разнообразите свою коллекцию. Ну, что же. На связи с вами был Куликов Сергей. Он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока.